Забирали все, что было. В Мотовелихинском суде вынесли приговор в отношении двух пермяков. Их обвиняли в нападениях на представителей слабого пола. И если одному подсудимому вменили лишь одно преступление, то на счету второго несколько избитых и ограбленных жертв. Злоумышленники охотились в микрорайонах Висимка, Старёва и Рабочий посёлок. Ну, с первого раза, который я вытарил, точно помню. Не помню, сколько. А куда вы ударяли её? Скажите, каким частям тела? Он поговорил, ударил ей. Жестокий и очень опасный. Ни одна из потерпевших женщин на судебный процесс не пришла. Настолько велик страх перед нападавшими. У этих людей за плечами несколько судимостей, среди которых кражи, разбой и грабежи. И в этот раз, оказавшись на свободе, они не прекратили криминальный промысел. Подсудимые вдвоём напали на женщину. Около проходных матвейских заводов совместно применяли к ней насилие. После чего похитили у неё золотые изделия, денежные средства. При этом применили в отношении её насилия, нанеся ей множественные удары, в том числе и в область головы, причинив ей травму. Нападавшие попали в объектив камеры видеонаблюдения. Эту запись распространили пермские СМИ. Благодаря чему удалось найти ещё несколько потерпевших. Все женщины были избиты и ограблены в тёмное время суток. К слову, одна из жертв попыталась отстоять своё имущество, но этим только ещё больше разозлила на лётчика. Достала вилку из своей сумки, оказывая сопротивление, вилку воткнула ему в область ноги. Он данную вилку схватил, выкинул, после чего стал её избивать, а потом испугался и скился с места совершения нападения. По двум другим потерпевшим также применял в отношении их насилие, заставлял сесть на колени, для того, чтобы создать реальность угрозы насилием, опасным для жизни и здоровья. Потерпевшие утверждают, что налётчик угрожал им неким острым предметом, отверткой или ножом. Но подсудимый говорит, что это был якобы обычный фонарик. Из всех вменяемых ему эпизодов он признался лишь в одном. Том самом, в котором оказался запечатлён камерой наружного наблюдения. Тем не менее, его приговорили к 12 годам колонии особого режима. Подельнику дали 3,5 года. Елена Еговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.